Развитие технологии искусственного интеллекта от 1 до 10 миллиардов долларов. Так что тут есть что освоить. А если говорить о развитии технологии искусственного интеллекта и интернета вещей применительно к концепции умного города, то в мировом масштабе инвестиций в этой сфере уже превысили 100 миллиардов долларов. Москва, как наиболее развитая городская агломерация в России, бесспорно может взять на себя роль лидера в развитии этих технологий. Правда, по поводу их дальнейшего адекватного внедрения по всей стране есть сомнения. Уж слишком велик разрыв между Москвой и остальной Россией. Первое, что приходит на обычный, а не искусственный ум нашим чиновникам применительно к технологиям искусственного интеллекта, это, разумеется, вопросы безопасности и контроля. Так уже в этом году в Москве планируется внедрить систему распознавания лиц с целью борьбы с преступностью. Искусственный интеллект должен знать и сообщить компетентным органам, кто, куда и когда перемещается и что поделывает. Однако камеры распознавания лиц – это лишь часть концепции умного города. Такой город должен быть буквально обвешан всевозможными датчиками, камерами наблюдения, сенсорами и тому подобными устройствами, которые будут собирать огромное количество данных, чтобы после их обработки помочь превратить такой город в более комфортный, безопасный, экологически чистый, с развитой транспортной и социальной инфраструктурой. Искусственный интеллект может сделать более эффективным регулирование трафика, управляя работой всех светофоров. Он может сделать город более экологически чистым, и такие технологии уже работают в ряде городов Китая, мегаполисы которого сильно страдают от экологических проблем. Искусственный интеллект может помочь водителям быстрее найти парковку. Может, распознавая автомобильные номера, сделать оплату парковки автоматической. Искусственный интеллект может помочь создать умное здравоохранение в умном городе, когда городская медицина будет оперативно подстраиваться под конкретные потребности жителей микрорайона. В более отдаленном будущем искусственный интеллект сможет управлять всем городским транспортом без водителей. Однако искусственный интеллект, как и всякая технология, это палка о двух концах. Он может быть использован во благо людей и для обеспечения им комфортной жизни, а может использоваться для установления тоталитарного контроля, попирающего все принципы неприкосновенности частной жизни. И пока искусственный разум не получил полную власть над нашей планетой, отдельными странами и городами, конечные решения пока еще остаются за конкретными руководителями и управленцами. И многие из этих решений носят сугубо политический характер. Кажущиеся искусственному интеллекту разумными те или иные решения могут прийти в противоречие с представлениями о прекрасном и целесообразном в мозгах конкретного чиновника. Его советы могут прийти в противоречие с коррупционными интересами определенных групп лиц. Искусственному интеллекту будут задавать алгоритмы конкретные люди с их субъективным пониманием того, что есть общественное благо, которое они могут спутать со своим собственным. Ему можно задать алгоритм облегчения поиска парковки, а можно задать такой алгоритм, чтобы сделать парковку в определенных частях города абсолютно невозможной и по запретительным тарифам. Можно задать алгоритм поиска оптимальных путей организации транспортных потоков, а можно задать такой, который не будет мешать какому-нибудь благоустройству или точечной застройке, которая будет удовлетворять прежде всего интересы конкретных строительных компаний. Город можно обвешать электронными табло, но на них будут значиться лишь банальности типа «соблюдайте правила дорожного движения». Речь не идет о том, чтобы какой-то там искусственный интеллект заменил, скажем, городскую думу и тем более городское начальство, потому что мы прежде всего сильны собственным, а никаким не искусственным умом. Кстати, несколько месяцев назад тот же Герман Греф признался, что в результате неправильно настроенных алгоритмов Сбербанк при внедрении искусственного интеллекта потерял около миллиарда рублей. Это был Георгий Бофт. Об окупаемости проекта по искусственному интеллекту и о том, удастся ли привлечь высококлассных российских специалистов, об этом в нашем дальнейшем.